А сейчас к новостям мира. Береговая охрана Испании спасла больше 137 мигрантов у Канавских островов. Их доставят в порт Гран-Тарахаль. По данным Министерства внутренних дел страны, в прошлом году почти 57 тысяч мигрантов незаконно въехали в Испанию. Это на 82% больше, чем в 2022 году. Еще больше 2500 человек пропали без вести или погибли, пытаясь пересечь Средиземное море. Караван мигрантов из Мексики продолжает двигаться к границе с США. По оценкам там насчитывается почти 4000 человек. На прошлой неделе власти Мексики обещали предоставить им разрешение на пересечение границы, если караван разделится по миграционным центрам. В последние недели США сталкивается с беспрецедентным числом посетителей и просителей убежища. Официальные лица двух стран договорились о сотрудничестве в решении кризиса. Это, к слову, станет одним из главных вопросов на предстоящих праймерис в новом году. Администрация Джо Байдена уже не раз подвергалась критике из-за неэффективного реагирования на миграционный кризис. Мексиканское правительство должно было выслать нам документы на свободное передвижение еще 24 декабря. Мы ждали своей очереди около недели. В конце концов, наш караван распался и нас распределили по нескольким миграционным центрам. А Великобритания продолжает бороться с последствиями наводнения. На помощь пострадавшим регионам правительство выделило больше 5 миллиардов фунтов стерлингов. В зону стихийного бедствия отправили тысячи сотрудников агентства по охране окружающей среды. По данным организации, уровень воды во многих реках Англии и Уэльса остается высоким. К их разливу привели продолжительные дожди, обрушившиеся на страны в результате серии штормов. Наводнение оказало разрушительное воздействие на общины по всей стране. На прошлой неделе я был в Ист-Мидлендсе, а сегодня нахожусь здесь, в Оксфордшире. Спасибо нашим сотрудникам службы экстренного реагирования, благодаря которым спасено больше 50 тысяч домов. А вот во французском департаменте Паде-Кале 16 школ остаются закрытыми в результате наводнения, заявили официальные лица. Стихия затронула 195 коммун региона. Там разрушились больше двух тысяч домов. Это привело к эвакуации 700 жителей. Для ликвидации последствий стихий задействованы десятки насосов, которые позволяют откачивать до 64 тысяч кубометров воды.